Новосибирская неделя Бездействие застройщика довело до чрезвычайной ситуации. Ее объявили на этой неделе из-за угрозы оползня и обрушения на улице Фрунзе. Кирпичный забор уже частично провалился под землю. Пострадали коммуникации. Виной всему брошены 4 года назад котлован, на месте которого планировали возвести высотку. Застройщик, несмотря на предупреждения, не принял меры и не укрепил подпорную стенку. Ситуация один в один похожа на случай с оползнем в районе строительства комплекса «Снежная миля». И здесь власти города также взяли все под контроль. Выделены деньги из резервного фонда, чтобы не допустить ЧП. Весь комплекс мероприятий разделен на два таких этапа. Первый, в оперативном режиме сегодня при ограждении зоны котлована будет выполнена разгрузка борта котлована, чтобы уменьшить давление грунта на деформированный борт, на деформированное крепление. И второй блок мероприятий, который сегодня разрабатывается, это отрачка воды, обеспечение доступа, установка дополнительного крепления на борту. Будет выполнен дополнительный пояс и дополнительно поставлены будут расстрелы. У застройщика ни денег, ни желания укреплять стенку котлована нет. Более того, собственник участка вообще другое юридическое лицо. И наладить контакт с представителями компании не получается. Мэр дал поручение сделать все, чтобы участок был изъят у собственника. Ситуацию осложняет тот факт, что в стройку уже вложились инвесторы. Дольщики заплатили деньги, но строительство дальше котлована не сдвинулось. В то же время ремонт дорог идет семимильными шагами. Сразу на нескольких крупных магистралях города работают подрядчики. Где-то устанавливают новые бордюры и снимают верхний слой асфальта, чтобы уложить новое, более стойкое покрытие. Где-то, как на Красном проспекте, установили бетонные отбойники на разделительной полосе. Парадокс, но автовладельцы не понимают, для чего это нужно. Александр Потенихин выяснял. Безопасные и качественные дороги Новосибирску. Работы по федеральной программе в городе стартовали. Бюджет больше миллиарда рублей. И фронт работы у подрядчиков масштабный. Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» включают в себя не только ремонт дорожного полотна. Хотя это основное требование. Безопасность пешеходов важна не меньше. Например, здесь, на пересечении улиц Никитина и Есенина, уже начали делать тротуар и бордюры. В будущем этот перекресток оборудуют и системами видеофиксации. Эта дорога – один из аварийных участков. Чтобы ДТП стало меньше, здесь заменят 7 светофоров. Установят ограждение, отремонтируют 57 тысяч квадратных метров дорожного полотна. И не только. Полностью будет новое покрытие. Устраиваются тротуары, переносятся автобусные остановки. Далее полностью схема организации меняется. То есть у нас наносится новая разметка термопластиком. Она более долговечна. И в зимний период сохраняются новые знаки. На пересечении Красный проспект с улицей Гоголя небольшим тротуаром разделили парковку. Все для того, чтобы автолюбители здесь не разворачивались. Не создавали прецедентов для аварии. А ближе к площади Калинина на разделительной полосе установили бетонные отбойники. Автоинспекторы и дорожники уверяют – этот участок аварийно опасный. В том числе из-за перебегающих пешеходов. Площадь Калинина, пересечение Красного проспекта Кропоткина и этот участок – это крайне аварийный участок дорог. Вы знаете, там перебегают и создают опасность именно для жизни пешеходов. Поэтому принято решение построить там отбойники. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично контролирует ход работ. Подрядчики вышли на объекты раньше срока. Спешат быстрее сделать дороги. Ремонтируют так, чтобы не мешать активному движению. Поэтому бригады дорожных ремонтников трудятся в основном ночью. Крайний срок завершения всех работ – 1 октября. Мы оказались в высокой степени готовности к началу этой программы федеральной. И начали ее исполнять до положенного срока. Планировали после праздника, с 15 числа. Погода позволяет, начинаем сейчас. Ну, торопятся подрядчики, мы их не сдерживаем, наоборот. Автомобилисты масштабный ремонт наблюдают с воодушевлением. Надеются, что после окончания работ ездить по городу станет комфортнее. Хотелось бы, чтобы они изменились, естественно, в лучшую сторону. Я думаю, качество должно улучшиться. Должны улучшиться парковочные карманы. Если заново, по новой технологии класс, нормально будет, я думаю. Ну, посмотрим. Время покажет. За последние три года это качество дорог очень улучшилось в Новосибирске. Сделать дороги безопасными и качественными в интересах не только горожан или муниципалитета, но и подрядчиков. На ремонт действует гарантия – пять лет. А если появятся нарекания, придется переделывать. Проверять будут тщательно, нарушения скрыть не удастся. Специалисты управления дорожного строительства и сами проверят качество работ, и привлекут к ревизии независимых экспертов. Кроме того, контролировать ремонт будет и Федеральное управление автомобильных дорог. Александр Потенихин, Евгений Макаров, Дмитрий Кан. Новосибирская неделя. На первой неделе мая погода маялась. Не могли никак в небесной канцелярии определиться, ранняя весна или поздняя. Впрочем, к последнему снегу именно в мае мы уже привыкли. Привыкли и к теплу в домах. Благо батареи не отключили, как того хотели некоторые в конце апреля, когда за окном было выше плюс 20. Синоптики прогноз уточнили, и мэр подписал постановление об окончании отопительного сезона 10 мая. Скоро лето. До календарного всего-то 3,5 недели. А лето – это маленькая жизнь, обязательно с прогулками по городу. Для любителей такого отдыха и активного, и вообще для всех в этом году благоустроят набережную. Что предлагают архитекторы и дизайнеры, и как на проект повлияют новосибирцы, расскажет Вероника Иванова. Новосибирцы получат новую современную набережную по собственному заказу. Архитекторы представили проект благоустройства. В основе – пожелания жителей города. Воплотить идеи получится благодаря участию в федеральной программе и чемпионату мира по футболу. Он пройдет в России в следующем году. Поэтому уже этим летом на берегу появится небольшое игровое поле и трибуны. Но здесь будет не только фан-зона. Принципиальная набережная делится на два больших блока. Блок более активный, сформированный вокруг сцены. Он получается справа от мостов. И блок более прогулочный. Это как раз и есть территория самой Михайловской набережной. Специалисты из столицы сначала предлагали перенести сцену в центр парка. Но новосибирцы выступили против. Иначе пришлось бы рубить деревья. В результате решили зелень сохранить, а сцену оставить также слева от метра моста. Но дальше от реки, чтобы не прерывать променад. Эта зона набережной должна со временем стать центральной площадкой для городских праздников. На обновленной набережной место найдет совсем ближе к воде полуторакилометровая зона променада для тех, кто предпочитает прогулки. А рядом появятся скамейки в окружении зелени. А вот велосипедистам и роллерам выделят отдельную дорожку. Покататься можно будет и в зеленой части парка Михайловская набережная по грунтовым дорожкам. Деревья, кустарники и газоны, кстати, облагородят. Ухоженные насаждения – одно из главных требований новосибирцев к паркам и скверам. Здесь не будет никаких капитальных построек, хаотичной торговли, пестрых аттракционов и шумных пивных ресторанов. Какие-то горячие напитки в холодное время года, охладительные летом, без этого никак не обойтись. То бишь мы больше говорим о небольших павильонах, нежели про какие-то стационарные точки кафе. Останется только колесо обозрения, но его, возможно, перенесут. Пока что оно вне границ проекта. Благоустроенная набережная привлечет большой поток посетителей. Поэтому добавят и две остановки. Банк, которая сейчас работает как остановка по требованию, ей дадут название парк «Городское начало». Другая же остановка – Михайловская набережная, появится в районе главной лестницы. Наша задача сегодня достаточно сложная, учитывая все непростые процедуры, в том числе конкурсные процедуры, которые необходимо провести где-то в июле месяце, выйти на работы по благоустройству набережной. Это реально. Уже сейчас начинается разработка проекта с медной документацией. Будет и следующий этап благоустройства. Новосибирцы уже выступали с предложением перенести стоянку маршрутных такси и освободить место под автостоянку для гостей парка. Также хотят, чтобы на набережной появились смотровые площадки. Вписать в концепцию развития планируют и дом мостостроителя Будагова. Там предлагают разместить тематическую часть экспозиции музея города. Вероника Иванова, Олег Мощевитин и Евгений Макаров. Новосибирская неделя. Благоустройство города – один из приоритетов развития Новосибирска, как и строительство социальной инфраструктуры. Детские сады продолжат открывать, причем места для дошкольников в этом году создадут и денег потратят в разы меньше. О бюджетном варианте Александр Вяткин расскажет. В этом темном коридоре скоро вновь станет светло. Здесь заменят проводку, установят новые лампы. Их свет, как луч в конце туннеля для семей, которые ждут места в детском саду. Еще недавно это здание тоже было детским домом. Его закрыли, поскольку воспитанников взяли в приемные семьи. Здание передали департаменту образования. Бывший детский дом капитально отремонтируют и сделают из него новый корпус 465 детского сада. В таком состоянии мы приняли детский сад. Оборудование это списанное. Осталось просто здесь. Это будет, ну, планируется, ну, убрать. А вообще здесь будет новое оборудование. Сносить стены или делать глобальную перепланировку не придется. Здание идеально подходит для создания детского сада. Идеальное и его расположение. На юго-западном жилмассиве много семей с детьми. И сад необходим. Супруги Самойловы со своей двухлетней дочкой играют во дворе. Отдать Викторию в детский сад планируют как раз через год. Ну, маленьких много, да. То есть, как бы, скажем так, сверстненько. У нас в подъезде только трое. На годах. На очереди давно стоим. Но думаю, что все-таки должны попасть. У нас есть несколько очагов в городе. Это Октябрьский район, Ленинский район, где на сегодняшний день наиболее остро стоит эта проблема. И появление здесь нового, можно сказать, дошкольного учреждения, оно, конечно, будет способствовать тому, что в первую очередь категория от трех лет детей будет местами обеспечена. 220 проектных мест, конечно же, для нас это хорошая цифра. 220 детей. Родители привезти сюда смогут уже в конце этого года. Сад рассчитан на 11 групп. Муниципалитет объявил конкурс. Ищут подрядчика строго с опытом ремонта подобных крупных объектов. В начале лета сюда придут рабочие и к декабрю здание обновят. На капитальный ремонт из городского бюджета потратят всего 38 миллионов рублей. Это почти в 10 раз дешевле, чем строить детский сад с нуля. Скоро начнут ремонтировать еще одно здание бывшего детского дома на улице Гоголя. Здесь будет 4 группы. В муниципалитете отмечают, сейчас местами обеспечены все дети с 3 лет. Но с каждым годом рождаемость увеличивается. Нужны новые сады. Мы в обязательном порядке выдаем путерки детям, которым исполняется 3 года на конец сентября. Значит, после того, как им выдаем, смотрим по октябрьским детям. И, собственно говоря, как таковой набор у нас прекращается. У городских властей есть планы на будущее. Еще один бывший детский дом начнут ремонтировать в следующем году. Это здание на улице Макаренко в Калининском районе строили в советское время по типовому проекту. Оно один в один похоже на будущий детский сад на улице Сфизистов. Здесь также должно было быть именно дошкольное учреждение. Но после постройки из этого здания сделали детский дом номер 12, который существовал до недавнего времени. Но дети отсюда переехали в приемные семьи и приют закрыли. И скоро здание капитально отремонтируют и сделают из него детский сад. Приведут в первоначальный вид. Здание рассчитано на 220 детей, но это лишь так называемая проектная мощность. Санитарные нормы позволяют принять больше воспитанников. С этим учетом в новых группах будут устанавливать и кровати, и шкафчики в раздевалках. Александр Вяткин, Дмитрий Канн. Новосибирская неделя. Всю неделю в городе готовились к торжествам по случаю Дня Победы. В людных местах раздавали георгиевские ленточки. Улицы перекрывали для репетиции военного парада. Некоторые специально приходят на площадь Ленина, потому что увидеть до 9 мая без особого скопления людей можно ровно то же, что продемонстрируют в сам День Победы. И в этом году организаторы опять удивляют. Так по Красному проспекту впервые проедет восстановленный танк времен Великой Отечественной, знаменитый Т-34. Кроме того, по площади Ленина промарширует сводный парадный расчет девушек из военного гарнизона. А еще накануне Дня Победы в 100-квартирном доме открыли новую картинную галерею об уникальной экспозиции Станислав Якушевич. Над диорамой, которую впервые показывают публики, художник работал несколько лет. А замысел, рассказывает мэру Вениамин Чабанов, возник еще в конце 50-х, когда вместе с писателем Анатолием Никульковым они готовили книгу о боевом пути сибирских добровольческих дивизий. За эти годы было сделано более 300 эскизов, набросков, этюдов. В таком виде диораму не видел и сам автор. Над этим масштабным полотном народный художник Вениамин Чабанов работал частями. Для его экспозиции не находилось достойного помещения. И даже вот здесь, в городские выставочные залы, масштабное произведение искусства поместилось едва-едва. Художник был даже вынужден несколько уменьшить высоту своих полотен. Многое из того, что вошло в картину, художник, командир пехотного взвода, видел сам. Атаки, рукопашные схватки. На фронте Чабанов делал рисунки, наброски. И хотя тот альбом не сохранился, говорит живописец, пока есть что вспомнить, картина не завершена. Картина диорама, она еще единственная после Врала до самого Востока. И в этом отношении, вот эта калерея и диорама, они будут как центр и память, память для сибиряков. Помещение для экспозиции масштабных полотен подыскали не сразу. Достойный вариант нашли в стоквартирном доме. Помещение бывшего детсада решили приспособить под выставку. Строители работали без простоев. Ремонт поначалу вызывал беспокойство у жильцов дома. Бывали, конечно, такие жалобы, и недовольство выражали. Но во всяком случае, когда проговоришь о том, что вот такое хорошее дело, и патриотическое нашим же детям, они с этим, ну, с таким недугом соглашались. Эти выставочные залы станут филиалом городского центра изобразительных искусств. Кураторами уже сформирован как план будущих экспозиций, так и направленность работы филиала в целом. Решено создать здесь центр военно-патриотического воспитания и детскую изо-студию. Основой экспозиции станет собрание полотен Чебанова. Он городу дарит около двухсот своих работ. Будут сменные экспозиции здесь. Будет военная тематика, батальная тематика. И в то же время будет, естественно, и мирное время отображено на этих работах. Для всеобщего посещения диораму откроют в канун Дня Победы 8 мая. И первыми ее зрителями станут ветераны войны и труда. Станислав Икушевич, Данил Смирнов. Новосибирская неделя. Это была Новосибирская неделя и ее основные события. Хороших вам новостей и всего доброго.